В центре Берлина в эти минуты собрались тысячи людей. Большинство из них представители русскоязычной диаспоры, которые требуют от немецких властей тщательного расследования всех преступлений, совершенных мигрантами. Чашу терпения переполнила история с 13-летней Лизой, которая, по словам ее родных, была изнасилована. С места событий наш европейский СОПКОР Иван Благой. Мы сейчас находимся у ведомства федерального канцлера в самом центре Берлина. Здесь много людей, я бы сказал, около тысячи. Точнее скажет, конечно же, полиция. Что можно сейчас сказать? Такого не было десятилетия. Русскоязычная диаспора сплотилась и вышла на акцию протеста. Как заявляют люди, они не против беженцев или мигрантов, но против тех, кто нарушает законы, против того, чтобы совершенные преступления скрывали от общественности. Мы тоже приехали, мы тоже живем здесь. Кто 10, кто 20 лет. Мы соблюдаем и традиции немецкие, и работаем, не воруем. И культуру, да, почему? Вот сейчас я, например, свою дочь я боюсь отпускать. На волейбол, на танцы, на хор. Постоянно приходится их встречать. Действительно, мы живем в очень большом страхе. Эту акцию протеста все называют митингом за Лизу, за 13-летнюю девочку из берлинского района Марцан, которая подверглась сексуальному насилию. А когда семья обратилась в полицию, то один из сотрудников, так говорит, и семья, и адвокат, сказал буквально «не верю». Подобная бесчувственность возмутила друзей, соседей, всю русскоязычную диаспору. Немецкая пресса поначалу в горе семьи не поверила, ну и даже сейчас не верит в искренность тех, кто вышел протестовать. Это крики наших душ, матерей. Ходят слухи, что нас тут Путин проспонсировал уже. Сегодня мне немецкий корреспондент задал вопрос, что вы тут делаете, сколько вам заплатил Путин. Это абсолютный бред. Все сводит к тому, к политике. Политика – это политика. Но мы люди, нормальные, простые, мирные люди. Приезжают иммигранты, те, которые насилуют детей, насилуют женщин. Но это невозможно смешивать с политикой. Символ акции – желтый шарик со смайликом. Улыбка заклеена липкой лентой. Люди говорят, что их молчать не заставят. Они требуют справедливого расследования того, что же произошло с Лизой и наказание виновных. И, насколько нам известно, дело не закрыто. Расследование продолжается. И даже якобы известно имя одного из подозреваемых. Иван Благо, Дмитрий Волков, Григорий Емельянов. Первый канал. Берлин.